Мне нравится этот город, но бегать и убивать всех крыс до одной с пяти очками действия я что-то не очень хочу. Был бы у меня какой-нибудь имбовый пистолетик, который бы стрелял на малых ходов, но скоро будет, в общем-то. Смотрите, как Илья играет. Интересно, я не знаю, мне кажется, не особо интересная игра для стрима. Плюс, ну, в данном этапе я как бы все много раз делал. Интересно посмотреть, что в лейте будет с этим персонажем. То есть, здесь развивается все как в ММО. Сначала ты слабый и обоссанный, потом ты сильнее, потом ты снова обоссанный, потому что все сильнее тебя. Ну вот. Так что любопытно посмотреть, как я дойду до конца. Но я так не помню особо сложных моментов в плане того, что ловкости мало. Конечно, придется умирать, конечно, придется грузиться постоянно. Какой-нибудь No Death Challenge таким персонажем вообще, в принципе, наверное, невозможно. На hard-hard. Потому что ты просто не уйдешь ни с одной рандомной локации. Ну, а так посмотрим. С рандомными локациями основная проблема будет. С уходом с них. Оставить дверь закрытой или нет? Я вот не знаю, кстати, повлияет это как-то, может, так, крысы съедят весь город. С улицы пойдем. Закрою на всякий случай. Планируешь сегодня пройти игру? Нет, сегодня бы половину пройти. Наверное, хотя бы хоть сколько-то. Жить приятно без крыс вокруг. Другими словами, мне засчитали. Да, ликвидировать крысиного бога в этом и заключался квест. Отлично, отлично. А то с этими крысами возюкаться было неистово скучно. Уходим. Ну, теперь клэмот официально, кроме траппера Смайли, выполнен. Осталось только... Поучиться рукопашному бою у чувачка в пивнухе. И взять... Квест на этого Смайли. Так, спасибо, что уделил мне внимание. Пока. Мама говорит, что я слишком много болтаю. Так, ну и здесь еще можно в баньке помыться со шлюшками. Так. Ну и вообще, приятно провести время, но мы уходим. Смайли. Поход. Тра-та-та. Может он просто сбежал от вас, знаю, почему он... Нет, я помогу. До свидания. Возьмем квест и потом как-нибудь попробуем его провернуть. Провернуть. Но для этого мне понадобится сильный напарник. Намного сильнее, чем... Тот, что есть у меня сейчас. Идем в Дэн. Дэн нам не пометили, потому что я о нем ни с кем не разговаривал, но... Все мы знаем, где он находится, поэтому погнали. Дома в играх 10 из 10, ну... В Fallout 4 это опять картонные коробки, опять, сука, ни одного полноценного города. Как меня это бесит просто. Нет, разбойничную шайку я не хочу встретить. Меньше всего на свете мне бы хотелось этого. Итак, в Дэн мы пришли с моим личным рабом с утра, подкидывая ножик, ворвались в этот славный, красивый городок. Ну, на самом деле, не славный, не красивый, отвратительный, бандитский, мерзкий город. С детьми, которые воруют, и мы начнем с избиения детей. С избиения детей. Сначала засевимся. Ну, а потом начнем бить детей, конечно же, чтобы они... Ох, они уже воруют. Так, тогда мы сделаем так. Оп. Хорошо. Маленькая сучка покатилась отсюда быстро. Малыш убит. Слышь. Слышь. Сулик, ты, блин, переборщил немного. Я хотел просто проучить их, а не кувалдой размозжить. Идея была в том, что если ты наносишь небольшой урон по ребенку, то он перестает воровать, но... Ты чего? Идиот. Ты чего вытворяешь? Так, ладно. От дикарей можно всего что угодно ожидать. Попрошу его подождать. Играешь за доброго? Муха, не подходи в упор. Играю за доброго, но это не значит, что я не должен. Сделать этот город удобным для передвижения. Мне каждый раз тут подходить, отходить. Че за бред. Я лучше бам. Разик в глазик. Смотрите, пинаются гады. Этот мудила все равно хочет убивать детей. Он не может успокоиться. Бегите, дети. Бегите от психа. Бегите. Он дикарь. Блин, его надо оставлять в какой-нибудь вообще другой части города. Этот идиот. Он вообще отбитый на всю башку. Идем сюда. Ты не должен ничего видеть. Плоть маленьких детишек. Пока все. Погнали. Как же ребенок бежит. Да, бежал он хорошо. Бег. Это то, чего мой персонаж никогда не сможет сделать. Бам. Ну вот, ранен на 5 жизней. Сейчас она отбегать начнет. Теперь этот маленький засранец. Получает на 5 жизней. Убегает. Еще один бежит на раздачу. Бам. Ну, 8 жизней. Конечно же. Конец боя. С первыми воришками справились. Теперь. Здесь. В чувствительное место ребенок ранен. Ну и хорошо. И будет знать. У этого, по-моему, не воруют. У этого только зазывают. Хотя я не на 100% уверен. Сейчас проверим. Да, только зазывают. Ну и отлично. Пошли вон. Шпана. Смотрите за то, как работает. О, о, о. Я вернулся. Ёла-пала. Прекрасно. Ну, побил детей ножичком. Ну, что такое. Поковырял, в конце концов. Посмотрел, что внутри. Многим же хотелось-то. Я уверен. Я вообще не знаю, можно ли это стримить на Твиче. Бум. Все. Можно свободно перемещаться по городу. Тут пропачили фалач. Теперь книга всегда в этом туалете. Поэтому я сразу ее возьму. А нет. Знаете. Это, видимо, в стимовской версии. Она всегда в туалете. Здесь придется помучиться. У нее 4 или 5 респов. И причем довольно рандомных. За церковью еще бывает. И не за церковью. Вот она. Хорошо нашел. Потом замучился бы искать еще место такое. Погнали. Добрый вечер, друзья. Добрый вечер, братан. Она во всех версиях рандомная. Нифига. В стимовской она всегда в туалете. Я раз 8 перепроходил это место. И она всегда была в сортире. Бабка тут расскажет нам. Про нашего предка. Что даст нам аж 350 экспы. Работы нет. Фред заплатил. Задолжал мне 200 баксов. Посмотрим, что я смогу сделать. Где Фред? Наркоман. 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 Пошли вон эти тишечки. Наркоман. 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 Блин, а. Что-то Фреда-то не видать. Он один из торчков, но... Ты забираешь мое дерьмо. Оставь себе. Я дерьмо не употребляю. Мне нужна доза. Блин, парни, вы Фреда не видели. Малец, я хочу спать. Простите. Может ты? Меня всего трясет женщина. Да блин, мне насрать. Кого трясет, кого нет. Куда все делись-то? Саня, прямо за тобой, окей. Ты что ли? По-моему, я всех наркоманов перепробовал на вкус. Дурацкий, блин, Фред. Мне даже не столько нужен он с его потом выигрышем этим идиотским. Сколько продолжения квеста. Эти вообще лбами стукнулись. Во, отлично. Я здесь, чтобы забрать у тебя деньги. Которые ты кое-кому должен. С чем ты говоришь? Я никому ничего не должен. Бекки сказал, что должен. Бекка сказал, что одолжил тебе 200 баксов. А, точно, Ребекка одолжил мне 200. Покажи. Подожди, я сломаю тебе шею, не заплачь. Конечно, это что-то. Бекки ему их не обидят. Она крутая. Так ты ошибаешься, говнюк. Так и чего? Деньги-то где? Черт, ты прав, но я на мили у меня таких денег нет. Не повезло. Черт, у меня только 100. Ты не мог бы одолжить половину? Обещаю, а дома. Ну давай, плати все. Хорошо. Что, действительно, спасибо большое. Вот тебе 100 баксов. Я дам вторую половину как смогу. Нет проблем. Знаешь, сотни не помню, что ты не мог бы меня одолжить. Сколько? Только 50. Хорошо. Нет проблем. Нет проблем, я люблю помогать людям. Я добрый персонаж. Это как 3-3-5-3-5-3-5. Я потом вернусь. Или как там у кого занимать. Я потом вернусь и сломаю ему палец, если он не вернет мне деньги. Насчет той работы, да? Нет, что ли? Тем более мне эта баба вернула почти все деньги. Кстати, еще работа есть. Все. Денежки вернулись. Еще работа может быть. Я ищу торговца. Мне нужно выпить. Нет, все. Продолжаем спидранить. Что еще здесь можно сделать? Ну, здесь есть гильдия работорговцев. Мы все это тоже прекрасно знаем. С ней я вообще никак не смогу сражаться. Потому что даже если я всех спою пивасом до потери пульса. Или встану в забуженное место. Я все равно проиграю этот бой. С такой ловкостью. Поэтому будем делать мирные вещи. Такие, как... Например, еду отнести. Еда это хорошо. А ты чего? Ну, это чувак, которого выгнали из модека. Он плакает.